Мои дорогие, кто сюда приезжал раньше и не узнаете это место, ничего вот этого не было. Здесь был просто пустырь и два года назад все вот замостили плиткой, чайную открыли, может и еще что открыли сейчас посмотрим я приезжала сюда как раз алина умерла в декабре мы уехали же в мурманск я в конце февраля приехала и к миша сразу сюда приехала а потом отсюда уже в черноморск поехала и приехала собственно из-за того что он мне сказал что тут навели красоту я специально приехала и ходила тут зимой смотрела а был пустырь дороги практически не было ну одни камни иконная лавка здесь торговали люди все чем ни попадя потому что турист это постоянно и мы с алинкой торговали моими украшениями вот а потом к нам подошел дяденька и сказал что богу неугодны украшения но все оказалось очень просто надо было идти в монастырь платить деньги просить чтобы разрешили но я к этому у меня отношение свое мы просто перестали продавать тут и стали ездить севастополь там всем угодно оказалось вот я хочу сказать вот тогда ну худо-бедно может торговали не каждый день не целый день мы приезжали на часок на полтора и все ну вот 34 тысячи мы за лето на торговали с тех пор у меня никогда такого не было ну вот я пришла когда я говорю что это мое любимое место в крыму я думаю вы меня поймете вот это вот гора которая ну как немножко отдельно от горы называется медвежонок вот посмотрите как будто профиль мишки а если с моря смотреть у него еще между ногами там ну как сказать то ну то есть как будто две лапки вот видите крест на горе песни есть такая там на горе возвышается крест помните наверное сейчас вот я буду спускаться и вам покажу там внизу яшмолый пляж где на самом деле после шторма яшму вымывает ну понятно что и здесь люди которые этим делом занимаются они тут и ночью придут и соберут но маленькие камушки яшмы я тоже находила а вот там мужской монастырь а а это возвышается мыс айя сколько тут на этих дорожках егорка с гришей позбивали ноги падали тут на камнях а теперь даже я с вами больными ногами могу ходить хорошо и ступенечки такие невысокие удобные не видно ничего очень далеко видите от края а почему потому что берег обрушается на фиоленте постоянно обрушается берег был даже такой случай когда люди встали утром а у них половина участка ушло от дождя еще вода не высохла так девочки я вам читать не буду я вам сфотографирую и выложу если вам интересно на паузу на паузу нажмете и прочитаете по легенде тут разбился корабль с греками и они спаслись вот на этом камне ну и по такому делу основали здесь девятом веке монастырь мужской и поставили вот этот крест так он там немножко видно пляж он девчонки видеть да мне кстати это самое миша с сашей мне говорят ты почему обращаешься девочки мои а мы смотрим и мужчины смотрят он видите но я не спущусь уже конечно там пляж из камней но они крупные и плоские смотрите сколько приплывают людей сюда и вон там тоже кстати это место еще не только святое но и суицидная когда мы тут жили дама одна на машине решила вот этого же ничего не было ни заборов ничего решила на машине сигануть ну и дело то чего получилось у нее машина застряла в кустах ее вытаскивали оттуда ну бог спас как говорят я почему-то на этот камень могу смотреть и смотреть не знаю с чем это связано там лесенка есть вырублена камни там люди купаются ну в смысле про доплывают туда залезают наверх сюда из балаклавы приходит кораблик не знаю во всяком случае раньше приходил я уже в конце перед отъездом отсюда вниз спускалась а потом купались ждали кораблик и в балаклаву а дочка приезжала за мной на машину сейчас девушку фотографировала из новосибирска приехала я забыла сфотографировать одну сторону очень жаль что тут вот солнце вот так садится садилось бы оно прям в море вообще было бы красота неописуемая а зимой кстати оно садится вот прям вот ну солнце же двигается и она вот там вот садится где мишка скала а летом далеко ну вот там вот видно что там люди спускаются она конечно не отвесная лестница она такими кусочками так она и на остановках там лавочки есть очень много котов понятно что он вновь отстроен и видите вот там наверху наверно во время войны то разбомбили ну факт тот что очень старый монастырь знаю прям такое место какое-то для меня ну вот люди снизу поднимаются девочки вы не представляете когда спускаешься вниз просто ноги дрожат а когда поднимаешься наверх опять я говорю девочки зрители мои дорогие а то он уже люди обижаются что я говорю девочки просто потому что смотрят на меня все-таки в основном девочки ну что ж я вам так маленькую экскурсию что знаю провела вот мыс а я он всегда как будто немножко как дымки вот там я не была к сожалению тоже бы очень интересно как то не получилось какой-то молодой человек очень позитивный идет у него старые песни там вовсю поют вот а у меня в черноморском вокруг столба где там странно разные лежат камни большие плоские я вот им вам их покажу я их тащила с пляжа в рюкзаке 800 ступенек ну не вне не все а каждый раз по штуке они тяжелые вот видите какой сделали можно на коляске спуститься ну что ж мои дорогие зрители и зрительницы на этом я свою маленькую экскурсию заканчиваю спасибо всем огромное за внимание что посмотрели у меня столько впечатлений и воспоминаний с этим местом связано что это в общем наверное единственное место по которому я буду скучать еще раз вам всем спасибо ну и пока пока спасибо 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 давайте